С видом на море В общем в принципе неплохо В этом отеле я проведу свой отпуск Стамбульский фиолет В принципе чистый О, даже ванна есть Ну супер Хороший миленький отель Мне нравится Сколько здесь много людей оказывается Очень много Очень много людей Интересный бассейн Такой Находится на крыше Вот такой Здесь на крыше ресторанчик у нас На 12 этаже Музыка 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 Вау Ребята Как здесь круто Да У меня даже мурашки похоже Это древнее Водохранилище Хранилище Подземное То есть Оно было Оно было специально сооружено Для того чтобы Хранить Хранить здесь воду В Стамбуле Там с 9 часов Начинается открытие И здесь нет никого вообще Действительно Действительно Конечно там такая атмосфера Они еще там Такую музычку включают Поэтому Постарайтесь ходить Ну желательно чтобы это было утром И в принципе 20 минут времени И 20 лир Не жалко потратить Вход здесь А выход будет с другой стороны То есть вот это все находится Под землей Это все было создано Именно вот на горе Причем он прям на огне Накрывает сухую кукурузу И у него получается попкорн Погрузка здесь осуществляется С двух сторон Спереди и сзади Я так думаю там работает кондиционер И лодка достаточно комфортная И лодка достаточно комфортная Мы сейчас отправляемся в восточную часть Стамбула На всех этих островах живет около десяти тысяч человек Некоторые из них заселенные Некоторые необитаемые И есть острова или остров один даже частный Кто хочет спрятаться от стамбульской суеты Все едут сюда Здесь еще я не знаю На этом острове есть или нету Но на каких-то островах есть пляжи чистые На которых можно купаться Это к вопросу о том, что Где купаться в Стамбуле Я думаю, что здесь море будет чище Чем на побережье самого Стамбула Всерековой частью и островом Каждый час есть сообщение лодочное И в принципе И в общем у меня есть Я могу провести на этом острове Либо час Либо два часа Домики деревянные Меня здесь встречают Многоэтажные Чайки Кошки Все живут в мире и согласен Да Очень спокойно здесь Чем выше я поднимаюсь Тем больше здесь Таких деревенских звуков Запахов Курочки Кошечки Собачки Вот собачка решила отдохнуть Во дворе у людей Растет инжир Смотрите Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На каждом входе в Grand Pazar стоят люди Вот такие вот ребята с автоматами металлодетекторами надо походить через рамку самое большое конечно количество брендов поддельных брендов или не поддельных я не знаю я встречал только здесь все что угодно можно встретить на этом базаре начиная как я уже говорил от подделок Hermes, Chanel, Valentino можно найти очень дорогие подделки которые в принципе от оригинала может быть даже ничем не будут отличаться короче говоря если вы любите бренды и у вас не хватает денег на оригинал приезжайте в Стамбул здесь вы обязательно для себя что-то найдете здесь даже ароматы есть поддельные Armani но ароматы конечно сразу видно и по шрифту видно и я думаю сам запах конечно тоже мое приключение по сказочному Стамбулу продолжается hello hello how are you? fine друзья 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 не перестаю удивляться количеству отелей и вообще каких-то таких семейных ресторанчиков и приветливости и улыбчивости стамбульцев я раньше думал что Таиланд это страна улыбок но все таки мне кажется что в Стамбуле люди более такие какие-то приветливые простые позитивные очень много красок здесь у них они любят все такое яркое красивое вызывающее потом еще меня удивило что в Стамбуле очень развит общественный транспорт здесь много всяких разных трамваев троллейбусов есть метро здесь можно прийти купить украшения сладости всякие разные причиндалы для ванной и тут же прям сразу это можно все попробовать съесть а вот показывает как они это все делают вообще турки они достаточно открытые люди то есть они свои кухни стараются не спрятать как где-то может быть у нас в России или еще где-то а наоборот то есть вот если они здесь что-то готовят то сразу это все на виду на самом видном месте они показывают как у них это все приготавливается безусловно всегда навсегда у меня Стамбул останется в памяти как город такой яркий красивый вкусный ближе к обеду в такие туристические места привозят очень много туристов группами большими автобусами и здесь становится очень тяжело а вот очередь за билетами это кто не хочет или кто не может пользоваться аппаратами терминалами они здесь стоят в очереди на солнышке красивая здесь набережная люди приезжают сюда на мопедах на велосипедах разных рыбачат некоторые даже купаются ныряют с маской пищей алкоголя на велосипедах будут походить и . , . Субтитры сделал DimaTorzok Ресторан называется Seven Hills Поэтому если окажетесь здесь, в этих краях, будете где-нибудь рядом гулять, обязательно загляните На берегу, на побережье, отсюда видно Босфор И вообще открывается прекрасный вид на Стамбул Типичный пример того, что Турция это более такая, наверное, мужская страна И мужчины любят собираться на маленьких стульчиках, вот так посидеть, попить чай, почитать газетки Женщин рядом здесь не будет Здесь у нас с левой стороны Египетский базар Потом Гранд Базар, это, кстати, самый большой базар в мире Он находится здесь, в Стамбуле Конечно, здесь регулируется очень слабо или вообще не регулируется Каждый останавливается там, где хочет Вот так выглядит трамвайная остановка Вот эта карта, про которую я говорил, она стоит 6 лир Прикладывается здесь И все Ждать вообще недолго Если бы я сейчас вызвал бы такси И мне нужно было бы, допустим, перебраться на ту сторону Босфора Я бы ждал бы гораздо больше, потому что, во-первых, посмотрите, какие пробки То есть, все машины стоят, а трамвай едет Обгоняют все машины И на каждом светофоре всегда зеленый свет Сейчас либо сезон инжира, либо он здесь всегда То есть, я его стараюсь кушать каждый день Где-нибудь присаживаться в ресторанчиках, вот в таких Просто заказываю чай или кофе И кушаю этот инжир, приношу с собой Вообще, в Турции, в приличных заведениях Уважающих себя заведениях Насколько я знаю, принято угощать гостей чаем бесплатно Маленький турецкий чай, маленький Стаканчики дают бесплатно посетителям Но бывают такие места, где могут там 2-3 доллара попросить за чай Если заметят, что турист пришел чаек попить Печенька и чай 5 лир стоят А целая plate breakfast 10 лир Ну вот, чтобы вы понимали 10 лир стоит целый завтрак Очень красивая архитектура у них здесь Эти уже более такие современные дома С широкими стенами Вот дедушка продает здесь Всякие разные примочки Кофе, кофе Конечно нам Видите, кто меня увидел, сразу встал Улыбнулся, поздоровался То есть Это все, конечно, психология продажа И психология Предоставления услуг Еще они любят Здесь чем-то угощать То есть, в принципе На рынке или Вообще не важно где Если вы скажете Попросите что-то попробовать Вам никогда не откажут Напротив даже Дадут И будут очень рады Если вы попробуете И здесь, к сожалению, тоже Очередь Как и, наверное, на любую достопримечательность В Турции Если вы хотите попасть Нужно, конечно Постоять в очереди придется Потому что Башня маленькая А желающих туда подняться много Если вы придете В любое вот такое место Турористическое Пораньше В 8 или в 9 Во сколько оно открывается То здесь не будет ни одного Может быть, несколько человек будет И можно пройти без очереди На самом деле Общественному транспорту Уделяли очень много Внимание И, конечно, заметно Это по сей день Как здесь работают Автобусы, трамваи, троллейбусы Всякие виды морского транспорта В этом плане, конечно Истамбульцы молодцы И в Истамбуле везде отдыхают кошки Конечно же Как без этого Эта улица Она достаточно длинная По ней можно долго гулять Я думаю, самое оптимальное время Это вечер после обеда Я так понимаю Это что-то типа Турецкого Арбата Куда люди приходят погулять Машины здесь не ездят И Очень много магазинов разных Все бренды здесь Поэтому любителям Шопинга, конечно Мимо пройти нельзя этой улицы Интересное место Где очень много разной еды В том числе турецкой Я так понимаю Это не туристическое место Первый раз За все мое пребывание в Стамбуле Вижу алкаша Который, видимо, перебрал Бездомный Ему стало плохо В общем, он упал К нему сразу подбежали люди С водой Начали его поднимать Давать ему воду Страна мусульманская Ну и вообще Я так думаю Что это говорит О культуре О том, что Даже если он выпил Даже если он Упал К нему все равно Начали подбегать люди Начали как-то Пытаться ему помочь И, в общем Поднимали его Я думаю Это, конечно Габарит о многом Если вы придете утром То никакой очереди здесь не будет И Можно пройти Посмотреть все спокойно И быстро Билет В дворец Тапкапи Стоит 10 долларов И в эту стоимость Не включено Посещение гарема Дворец Сверху Стамбул был Центральной частью Великих империй Римских Османских И Вообще В этом дворце 400 лет Около 400 лет Правили 25 султанов Я не знаю Может быть Это связано с тем Что здесь Очень много Туристов Китайцев Или я Не был Или я не просто Не поклонник Фильма Как там Золотой век Или как это называется Этот фильм И в принципе Я здесь Пока ничего особенного Не чувствую Я думаю Это место будет Больше подходить Для девочек Наверное Ну или хотя бы Для тех Кто этот фильм Смотрел Или Кто увлекается Историей Восточной историей У меня были Более яркие Впечатления О резервуаре Базилика Я там Почувствовал Наверное Больше какой-то Энергии Или энергетики Не знаю Чего-то такого Особенного Чем здесь Сколько людей Столько мнений Поэтому Или Каждый видит То что хочет видеть Так Что здесь Здесь Библиотека Похожа на комнату отдыха С камином Конечно Круто Это все Но Я не могу Сказать Что Это прям Вау Опять же Наверное Потому что Я фильма Не видел Очень много Азиатов Очень много Китайцев Я не знаю Что они здесь Делали Но здесь Очень душно И Такой сжатый Воздух Я думаю Если еще Затопить печку Камин То Будет еще Еще хуже Я знаю Что конечно Найдутся Люди Которые Оценят По достоинству Это место И Есть люди Которым нравится Фильм Который В том числе Здесь Снимали Некоторые серии Но Лично мне Я наверное Даже Не боюсь Этого слова Что это Наверное Для меня Самое Скучное Место В Стамбуле Этот дворец Да Безусловно Он содержит Какое-то Наследие Культурное Наследие Историческое Но его Просто Сейчас Превратили В В определенный В какой-то Я не знаю Коммерческий Объект Я вчера Разговаривал С одним Местным Турком Он сказал Что Стоимость Билета В этот дворец С каждым Годом Повышается И То есть Когда-то Вход стоил 20 лир Сейчас он Стоит 40 лир Но людей От этого Меньше Не становится Наоборот Все больше И больше То есть Чем дороже Становится Стоимость Тем больше Людей Сюда Хотят Попасть Открывается Такая Панорама Красивая Но Вы меня Простите Этой Панорамой Не стоит 10 долларов Большое Дерево Похоже На сосну Или на ель И по этому Дереву Поднялся Виноград И то есть Растет Здесь Виноград Пока Ничего Более Интересного Здесь Не заметил Людей Будет Еще Больше Чуть Ниже Есть Музей Археологии Вот Этот Дурак С которым Я вчера Разговаривал Он мне Сказал Что там Гораздо Больше Экспонатов И Намного Интереснее И Вход Стоит Дешевле Можно купить Пропуск Чем Этот Потому что Посмотрите Все Люди Начинают Сюда Ити Каждый Приносит 10 Долларов Что Вас Так Привлекает И Что Вам Здесь Так Нравится Напишите Пожалуйста Об этом В комментариях Мне Будет Просто Интересно Узнать Ваше Мнение Потому что Я Как Мужчина Лично Я Ну Вроде Как Должен Думать Что Вот Да Здесь Тоже Нельзя Фотографировать Вот Типа Да Гарем Там Много Жен Это Классно Хорошо Но Лично Для Меня Даже Это Непонятно Потому что Я Думаю Что Жена Она Должна Быть Одна На всю Жизнь И Конечно У меня Может быть Жизнь Не так Складывается Пока Сейчас На данный Момент Как я Хочу Но Для Меня Больше Наверное Близка Европейская Модель То Есть Если Это Жена Женщина То Она Одна И Я Не Понимаю Что Ладно Хорошо Допустим Для Мужчин Они Могут Здесь Восхищаться Султанами Могут Восхищаться Этим Величием Но Вместе С тем Вы Меня Извините У него Был Гарем Я Не Знаю Сколько Женщин И Что Именно Вам В этом Нравится И Что Вам Именно В этом Симпатизирует До Сих Существует Многоженство Сидит Один Человек Рядом С ним Четыре Жены Я Ну Не знаю Что-то в этом Для меня есть Непонятное Давайте Будем Разбираться Субтитры Эти все Люди Они Хотят Попасть В Творец И Ближе К Обеду Будет Здесь Конечно Колоссальная Очередь Еще Больше А я Свою Миссию Выполнил Все Для вас Снял Показал Пойду Почувствую Себя Султаном Лучше У себя В СПА В Отеле Всем Спасибо За Внимание Пока Пока Субтитры